Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами кто? Валди и Марко. Значит, сегодняшняя наша тема будет про как натачивать ножи, так как, если кто смотрел мое видео, что у меня на полочке на кухне, то там я вам показывал вот такой вот, значит, ножи-точилка, ну, нож-точилка, как правильно перевести его, я показывал, что у меня она лежит там в полочке, и меня один подписчик, значит, попросил показать, как, значит, можно точить ножи. Но тут не только ножи можно точить, тут можно еще и ножницы тоже наточить. Вот, я сегодня, значит, поискал, нашел даже книжечку на нее, вот, такая книжечка тоже есть, вот, и нашел в ней даже чек был. Я посмотрел, эту машинку я покупал еще, покупал еще в 2008 году, то есть эту машинку уже 5 лет, это было как раз в октябре месяце я ее покупал. В принципе, мы ее не пользовались, потому что, допустим, в Германии ножи и так все острые, и много не надо тут резать, здесь только мясо, ну, мясо там, картошку, на картошку там другие ножи идут. А стоила она всего 4 евро, поэтому я ее и купил, наверное, потому что она дешевая была. Пару раз я пробовал тоже ножи дома точить, вроде нормально, вот, но в основном мы то ножи редко когда точим, потому что ножами, в принципе, пользуемся редко. Хлеб уже нарезанный, а, допустим, ну, для чего больше можно ножи применять, у нас, допустим, блок ножей есть, он, наверное, титан, он или какие хрена знает, там, со всякими зубьями, поэтому я ими пользуюсь, а их точить не надо, они постоянно острые. Ну, все-таки я это, значит, может, приобрел, не знаю, какой причины, сейчас уже не помню, то есть, значит, скорее всего, наверное, что она была дешевая. Значит, вот так она выглядит сдалека, я сейчас все это приближу, потом буду, значит, это, будем снимать, пробовать, как она будет получаться. Вот, значит, я взял с гаража ножичек, как видите, он уже тоже, маленький, это поджавел, именно для меня в гараже, значит, и нашел тоже в гараже, у меня совсем старенькие ножницы, видите, они уже ржавые, даже они тяжело закрываются, я не помню даже откуда они у меня появились. Или, наверное, еще тогда, 20 лет назад, как я у дедка тогда в гараже, много вещей был, но за бесплатно отдавал, я бы много чем набрал, скорее всего, эти ножницы, наверное, с тех пор еще. Их будем тоже пробовать, точить, вдруг и вдруг испорчивать, а зачем мне хорошие испортить. Так, о чем еще, поэтому, да, пока так, сейчас я вам камеру поставлю поближе, вот так, дорогие друзья, будем сейчас пробовать, и что у нас получится. Вот, я первый раз пробел, Снимает она очень тонким слоем, Даже еще, Не, наверное, не видать, даже ржавчину, вот именно на лезве, Даже ржавчину не сняла. То есть она берет очень тонкие, значит, там стоят очень тонкие камуши. Надо, наверное, делать несколько раз. Снимает это шелуха. Все, погрегим. Да, в принципе, точат, но я вам не советую такую барахлу покупать. Ну, мне вообще не нравится. Самый лучший настоящий нождак, а это что, какая-то подделка. Ну, она ей стоила, как я уже говорил, 4 евро. Поэтому я купил. Я ее, скорее всего, заберу себе в гараж. Может, там что-нибудь такое мелкое, тонкое надо будет точить. Буду точить. Ну, сейчас мы попробуем еще, значит, ножницы. Что она покажет нам ножницах. Так, где у нас ножницы? Мы им переставим сейчас. Вот нарисованы даже, видите, даже на него унижать. Сейчас уже у меня кабли короткие. Ножницы нарисованы. Вы попробуете точить ножницы. Примерно каким макаром. Так? Подробно не положишь, только так. Сейчас поглядим. Давайте посмотрим ножницы. У меня облачки было, нет. Смотрите, как она должна ложиться здесь. Приводим вторую сторону. Так. Да, точит она. Плохо точит. Очень плохо точит. Очень плохо точит. Она, видимо, наждак сильно такой мелкий. Я полностью брал ржавую ножницы. Не видать, наверное, ничего. Рискости нет. И, как вы видите, она даже чуть-чуть только сняла ржавчину. Короче, я вам скажу, что это было ростом. Вот так вот. Дорогие друзья, я вам скажу, что это действительно барахло. И вот поэтому у нас такое, и не думайте покупать. Самоучий наждак. Который большой, хороший. Тоже 220 продаются такие хорошие. Там, может, хочет, а читает. Это херня какая-то натуральная. Я вообще даже не знаю, ли вы ее выставлять или не выставлять. Наш человек просил у меня показать. Я вот это показал вам. Вот. Поэтому я говорю, что все это барахло. Камышек очень маленький здесь. Я попробую ближе вам снять. Может, камышек вы увидите. Так, дорогие друзья, вот я снял, значит, чехол. Вот этот вот пластмассовый. Хочу вам показать, значит, какой здесь наждак такой маленький стоит. Он даже плавает. Ну, плоско придумано. Короче, я говорю, что я его, этот наждачок, возьму себе в гараж. Что-нибудь такое нежное, где-то что-то подтачивать надо будет. Он мне пригодится. Да, вот с ним камышек тоже снимается. Вон, как вы видите, камышек тоже можно снять. Потому что рупик есть. Но я бы не сказал, что он предназначен ему для ножей. Херня эта какая-то. Поэтому я и говорю, дорогие друзья. Так, где я потерялся. Поэтому я говорю, дорогие друзья, что, допустим, настоящая ерунда. Поэтому даже не советую вам такие дешевки покупать. Это просто деньги выкидываешь на ветер. В принципе, деньги не такие большие, 4 евро. А с другой стороны, зачем тебе вещь? Ты с ней ничего делать не можешь. А нахер она такая нужна? Поэтому я, может, применю ее только, знаешь, у себя в гараже. Там, может быть, какие-нибудь крючочки точить для рыбалки. Не знаю, для чего не приходится. Вот такой маленький обзорчик, который получился барахлом.